Сегодня мы вернемся к страшной трагедии в поселке Афонина, где в пожаре сгорели трое детей. Младшему был годик, старшему пять. Сегодня мы смогли подробно поговорить с родителями. Именно родителей соседи винят в трагедии не только потому, что недосмотрели, но и потому, что по словам соседей, сами сбежали, а детей бросили. Виктория и Николай Сомовы находятся в больнице, но чувствуют себя более или менее нормально и смогли ответить на наши вопросы. Они говорят, что пытались спасти детей. Пока искал детей, упал. Не знаю, как встал, как очнулся. Подполз к окошку, подышал воздухом. Пошел опять искать. Когда уже второй раз вернулся, подъехала пожарная машина. Пожарные поставили лестницу. Ну, все, как говорится, не спустились. Мы не скрывались никуда, никуда не прятались. Просто жена в этот момент была, ну, в чем спала. И там дали одежду, чтобы она немножко согрелась. Ну, чтобы не получить воспаление. На улице холодно все-таки. Я хотел пойти на пожар обратно, когда отдохнул немножко. В таком состоянии, что упадешь, как говорится, там. У жены со здоровьем очень сильно подшатнулось. Дыхание, она выдыхает. У меня первые степи руки обожжены. Нос. Вот внутри. Отдыхаюсь, дышать, дышать. Говорить. Когда узнал, что детей не удалось спасти. Словно умир. Словно сам умир. Детей я любил очень сильно. И даже когда вот сейчас похоронил, забыть о них никак не могу. Себя каю то, что не смог их спасти. Что не смог их найти. В этом черномаском поводу ему. Набираться. Какой-нибудь препарат, чтобы их устроить. Ну, люди. Все. Все. Ну, пошли. Все, все, все. Все, все. Все. Еще один важный момент в этой трагедии. А куда смотрели органы власти? Органы опеки изымали из этой семьи детей, но потом решили вернуть. И спустя буквально несколько месяцев дети погибли. У них ребенка отбирали, как бы, потому что, по медицинским показателям, не потому что они неблагонадежные, там, пьют или чего-то, ведут какой-то образ жизни. По медицинским, что они не могут за ребенком ухаживать. У них инвалид был, что им надо было оформить еще вот инвалидную. Ну, как соседи говорят, может, и пили они венцо-то, но они такие, что прям запомнили пьяницы. Вся эта ситуация скрылась, когда произошло именно вот эта несчастье, трагедия произошла. Все в троих отбирали у них. И за месяц вот до этой вот трагедии им всем их отдали. У них не было ни одного ребенка. Они гуляли направо и налево. Мы вообще просто все в шоке. Детей забрать, забрали. Приют Игоря с Росликом в улыбку на автозаводе. А Максимку в заложье. Но я добился. Сделал как надо. Детей забрал домой. Один раз мне одного ребенка привели из магазина. Потерялся. Потерялся. А папа в это время, оказывается, спал. И он даже не заметил, как ребенок вышел из дома. И мне привели его продавцы. И в каком состоянии его ко мне привели. У кроссовок подошва оторвана. На голую ногу без носок. Естественно, одежда вся нестиранная. Весь в цыпках. И, естественно, голодный. От безвыходности я позвонила в опеку. И опека приехали только через три часа. И опять же вернули им ребенка. Как говорят, алкаш. Так пускай они на себя посмотрят сначала. Те, кто говорят про это. Я не спорю. У меня есть такое. Я могу выпить, как любой человек. После работы выпил, лег спать. Люди наговаривают. Потому что они сами себя пытаются в чем-то оправдать. Сигналы были снизу от соседей. То, что по ночам потолки ходуном ходили. Они плакали постоянно. Соседи, которые здесь и там раньше были. Тоже и в опеку, и в милицию. Куда только не звонили. И никто ни на что не реагировал. Прокуратура, следственный комитет и так далее. Идет проверка по этому делу. И, к сожалению, никто вам не прокомментирует. Кстати, в подобных делах, если они и доходят до суда, редко выносят серьезные приговоры. Вот, например, Женя Бурсуков. Нижегородский Маугли. Его корреспондента нашей программы в 2010 году обнаружили в семье алкоголиков. Ребенок был истощен. Умственно отставал. Самое главное, что семья находилась под присмотром. Нашли и конкретного человека. Наталья Ленина Корякова. Инспектор по делам несовершеннолетних. Которая отвечала именно за эту семью. Ее начали судить, но она всячески затягивала дело производства. В конце концов, ее признали виновной. Назначили штраф в 20 тысяч рублей. Но суд освободил ее и от этого наказания за истечением срока давности.